Привет! Я думаю, вы в курсе, что смартфоны с сенсорным экраном появились задолго до выхода первого айфона. Но именно айфон был первым смартфоном с технологией мульти-тач, благодаря чему использование сенсорных устройств стало по-настоящему удобным. Впрочем, мульти-тач тоже изобрели не в Apple, но это уже звучит как тема для отдельного ролика. В истории компании с Купертино есть множество примеров, когда инженеры и маркетологи доводили до ума уже существующие технологии, в которых вроде как не было ничего выдающегося и революционного. Но в итоге пользователи получали совершенно новый опыт взаимодействия со своими гаджетами. Одним из таких решений, впервые реализованных в линейке iPhone 12, стала идея объединить в одном аксессуаре беспроводную зарядку и магниты, и назвать всё это MagSafe. При этом сама идея примагничивать и заряжать появилась в Apple ещё в 2006 году, вместе с первой линейкой MacBook и MacBook Pro. Новый магнитный разъём, который и получил имя MagSafe, позволял легко и элегантно отключить кабель питания, если кто-то случайно заденет зарядку вашего Mac. Отсюда собственное название – MagMagnity Safe безопасно. Конечно, ни о какой беспроводной передаче энергии в этом случае речи не шло. MagSafe в ноутбуках – это просто более продвинутый способ заряжать ваш маг по проводу. Но в отличие от компьютерной версии, в основе работы MagSafe для iPhone лежит совершенно иной принцип, основанный на стандарте ЦИ, он же QI, и такого явления, как электромагнитная индукция. Простыми словами, для передачи энергии используются две катушки провода. Одна в самой беспроводной зарядке, а другая в вашем смартфоне. На катушку передатчик подаётся переменный ток, благодаря чему возникает магнитное поле, которое воздействует на катушку-приёмник, индуцируя в ней электрический ток, который после преобразования и используется для наполнения аккумулятора нашего смартфона. Кстати, зависимость между электричеством и магнетизмом учёные открыли ещё в 19 веке. Тема очень не новая, и, конечно же, Apple тут тоже не при чём. При этом беспроводная зарядка – это не только катушка, которая лежит себе на столе и постоянно что-то там излучает, а достаточно умное устройство, которое в режиме ожидания технически не работает. А как только в поле действия зарядки попадает любой металлический предмет, включая катушку смартфона, она начинает опрашивать этот предмет. Послав запрос, зарядка ожидает ответ. И если то, что попало в поле действия зарядки, подтвердит, что оно полностью совместимо со стандартом ЦИ, тогда зарядка начинает проверку о положении устройства. Если все эти проверки пройдут успешно, только тогда зарядка включится и начнёт передавать энергию. В процессе зарядки устройства обмениваются пакетами данных, чтобы понимать, как регулировать мощность заряда, на какой процент зарядился аккумулятор и как меняется его температура. А если определённое количество энергии будет уходить в обход смартфона, либо температура превысит максимальные значения, то зарядка тут же прекращается или даже не начинается. Например, если положить скрепку или монету между катушками, эта технология называется Foreign Object Detection или обнаружение посторонних предметов. Конечно же, кроме MagSafe от Apple, большинство беспроводных зарядок работают по такому же принципу. От самых простых на одно устройство до настоящих произведений искусства, которые не только способны зарядить смартфон, но и отлично вписываются в интерьер рабочего места или гостиной. Найти беспроводную зарядку сегодня можно на любой вкус размера кошелёк, но лично я предпочитаю различные док-станции с поддержкой MagSafe и нескольких устройств, таких производителей, как Satechi, Belkin или Energia, например. Проверенные производители можно заряжать сразу и iPhone, и AirPods, и Apple Watch. А в поездках регулярно спасает MagSafe Duo, хоть штука и не из дешёвых. Ссылочку на самый дружелюбный магазин гаджетов BigGeek, где всё это можно приобрести, оставлю в описании. А по промокоду NUTONLABS ещё и скидочка будет. Но всё же, если MagSafe это то же самое, что и любая другая зарядка, то зачем её тогда вообще выпустили? Всё дело как раз-таки в тех самых магнитах. Основные проблемы любых беспроводных зарядок, даже самых лакшери и дорогих, это необходимость максимально точно совмещать катушки смартфона и зарядки, иначе эффективность всего этого процесса сильно снижается, и часть энергии просто будет уходить в никуда. Второй большой минус – это отсутствие возможности использовать смартфон во время этой самой зарядки. То есть, чтобы ответить на вызов, нам приходится поднимать телефон, потом ставить опять на зарядку, потом опять поднимать телефон, чтобы ответить на сообщение в мессенджере. Ну, в общем, вы поняли. И как раз благодаря такой небольшой хитрости, как магнитное кольцо в вашем смартфоне и в самом блинчике зарядки, в Apple решили эти основные проблемы. Чётко. Получается у вас действительно. Умеете. Могёте просто. Теперь нет необходимости самостоятельно искать лучшее положение для максимально быстрой и эффективной зарядки, а смартфоном можно пользоваться в обычном режиме и так даже удобнее, чем с подключенным кабелем. Так как MagSafe можно вращать на 360 градусов, как вам удобно. Такая вот магия Apple. Первую проблему, кстати, в Купертино пытались решить ещё в 2017 году, когда был анонсирован зарядный коврик AirPower. Инженеры хотели доработать стандарт ЦИ и создать универсальный беспроводной адаптер для айфонов, часов и наушников, который сможет передавать энергию максимально эффективно, независимо от положения устройства. По слухам, в AirPower должно было устанавливаться более 20 зарядных катушек, но инженеры не смогли решить проблемы с перегревом устройства и в итоге закрыли проект. Стоит отметить, что важным отличием MagSafe от других беспроводных зарядок при использовании с iPhone является мощность заряда, которая в пике может доходить до 15 ватт в зависимости от модели айфона, в то время как обычная зарядка может обеспечить мощность только до 7,5 ватт. Но стоит сделать оговорку, так как адекватно и быстро MagSafe работает только с моделями линейки iPhone 12 и 13, а вот со всеми остальными смартфонами, в том числе и более старые модели айфонов, MagSafe заряжает очень медленно. Такое вот программное ограничение от Apple. Впрочем, назвать MagSafe просто беспроводной зарядкой будет не очень верно. MagSafe это целая экосистема, состоящая из различных аксессуаров. В эту самую экосистему входят не только зарядные устройства разных типов, но и различные держатели, док-станции, чехлы, кошельки и еще много разных полезных штук, которые разработаны специально для устройств Apple. Кроме магнитов, которые способны фиксировать на задней панели вашего айфона различные аксессуары, внутри MagSafe есть еще чип NFC, который позволяет распознавать эти самые аксессуары. К примеру, при подключении оригинального чехла на экране высвечивается анимация с цветом чехла, либо при подключении фирменного внешнего аккумулятора вы увидите красивую анимацию и информацию об этом аксессуаре. Скажу по своему опыту, что до появления MagSafe я практически не пользовался беспроводными зарядками, по причине того, что это долго, это неудобно в течение дня, медленно, ну и все вот это вот. Но такая, казалось бы, банальная вещь, как магнитное кольцо в смартфоне, может полностью изменить опыт использования, и теперь магнитные зарядки и держатели я использую везде, где только можно. Не нужно подкладывать специальную металлическую пластину под чехол, либо покупать какой-нибудь там раздвижной держатель в машину, просто купил MagSafe, остальное уже есть внутри айфона. Кроме последних моделей смартфонов Apple, поддержка магнитной зарядки появилась и в некоторых моделях AirPods, и даже по слухам, следующее поколение iPad Pro тоже может получить поддержку беспроводной зарядки, пока, правда, непонятно зачем и как, но, возможно, у Apple в очередной раз есть какой-то план, и они его придерживаются. Спасибо, что посмотрели, не забудьте про лайк и подписочку, если видео вам понравилось, мы с вами увидимся в следующих роликах, всем пока!